Интерес Ивановцев к авиаперевозкам вырос после того, как пассажиров стали доставлять на комфортном реактивном самолете Бомбардея. За три недели января перелеты совершили более 400 человек. Благодаря дотациям правительства цена за билет является социальной. До Москвы можно долететь за 1800 рублей, если позаботиться о билете заранее. Правительство надеется, что вскоре аэропорт Иваново станет самодостаточным коммерческим проектом. Проект этот дотационный и на сегодняшний день 1800 рублей можно приобрести за эту сумму билет, если заказывать заранее за 10 дней. Правильно я говорю? Правильно, абсолютно. Значит, если заранее вы заказываете, если вы, конечно, приезжаете к Рейхсу и выкупаете его непосредственно перед самим отправлением самолета, то, конечно, это будет дороже. Но с точки зрения социальной, вот именно такая схема, она вполне нормальна. Но мы рассчитываем на то, что со временем мы уйдем от дотации. Когда это станет окупаемо, мы планомерно двигаемся в эту сторону. Вы помните, как мы с вами там полтора года назад встречались, говорили о том, что вот маленький бортик, он нам немножко раскрутит хотя бы саму тему авиаперевозок, которые возрождаются в Иванове. И сегодня мы видим, что этот маленький самолет, он выполнил свою функцию. Сейчас уже, конечно, он нас не устраивает. Сейчас уже полетел совершенно другой борт. Через несколько недель в аэропорту откроется большой зал ожидания. Здесь смогут переждать непогоду пассажиры больших авиалайнеров. Чтобы аэропорт мог использоваться в качестве запасного для бортов Московского авиационного узла, в настоящее время установлено и проходит тестирование специальное радиотехническое оборудование – система посадки 200. К нам будут приходить самолеты, как на тренировки. Значит, многие авиакомпании уже просятся. Сейчас эта система работает в тестовом режиме. Но для того, чтобы ее юридически узаконить, нужно время, нужно пройти сертификацию. Сертификация длится, например, на 4 месяца. Ну вот уже полтора месяца прошло. Сейчас мы, значит, будем скоро ее заканчивать, сертификацию. То есть ведем уже юридически эти радиотехнические средства. И, значит, будут сюда прилетать на тренировку МЧС, МВД. Ограничиваться полетами только в Москву и Петербург авиакомпания не собирается. В планах расширение списка рейсов внутри страны и выход на международный уровень. А пока расписание составлено таким образом, чтобы в Москву можно было улететь и вернуться в один день. Конечно, такой график, он выгоден для деловых, удобен для деловых поездок. Мы надеемся, что также это будет удобно и для, скажем, тех пассажиров, которые собираются лететь куда-то дальше, там, по стране или за границу, потому что самолет приходит в аэропорт Домодедово. Домодедово имеет большую сеть маршрутов, приходит во время удобное, в период, когда начинаются разлеты. Не исключено, что уже в этом году ивановцы смогут с комфортом добраться до курортов Краснодарского края. Исключение не составит и город Сочи, если, конечно, найдутся желающие посетить Олимпийские игры 2014 года.